Просто честно говоря, я даже не читал программу, что анонсировано. Потому что на пиктах потят людей, да, а может быть что-то там другое написано. То есть чего вы же все... Спектакли в домашних условиях написано. Так, спектакли в домашних условиях. Так, хорошо. И именно этого вы же делаете, да? Знаете, как это все работает. Я хочу посмотреть, как вы это делаете, запомнить технику и потом делать так же. Так и будет. В общем, есть еще варианты? Значит, смотрите. Основным нашим таким посылом было, когда мы это делали для студентов-тюристов, показать, что развлекаться можно не только сходить в караути-клуб, но и сделать домоспитацию. Причем в очень сжатых условиях большинство из вас, как мне уже сказали, профессиональные люди, работающие в театре. И вы знаете, как это все делается, да? То есть, что это такая рутинная работа, и директор в начале сезона собирают театр, творится у нас в перспективе такие-то установки. Полгода работают художники, режиссеры, потом производственные цеха, и за полтора года делаются спектакли. То есть, чтобы идеально выходит. За год, за полгода даже. Но мы решили все это судить и показать, что спектакли вообще можно сделать за час. И за час в домашних условиях это вполне реально. И более того, таким образом, как вы и хотите об этом узнать, что за час можно сделать полноценный спектакль с нуля. То есть придумать сюжетом, и съездом, и съездом, и вообще совсем. То есть, такой сверхзадачей вообще самого мастер-класса является показать детям, родителям, да и вообще всем, что театр-то несложно. Да, конечно, если углубляться уже в сам процесс, на и нюансы, драматурги, и там все остальное, то есть можно посвятить этому всю свою жизнь, и всю жизнь писать саму великую пьесу. Но все великие драматурги, как Шекспирт, например, он убрал чужие пьесы и переписывал их. Мы не знаем, кто до него что-то написал. Ну, нехоти. Некоторые авторы ингредиенты, кто были до него. То есть буквально там его первая пьеса «Ситандроник» шла в соседнем театре. И директор пришел, слушай, тут придет успешная пьеса, кровавая драма, нам нужно такое же, но тут и свое. Напиши. Ну, посмотрел и записал свою собственную. На основе, ни кладиатом это тогда не являлось. В общем, мы не знаем только пьеса, но знаем дедушку всех. И также все другие произведения, Гамлет, Макбет, они тоже шли в других пьесах в то время. Но мы знаем именно Шекспира, а не знаем всех авторов. Поэтому на мастер-классе я обычно предлагаю на выбор несколько тем, для того, чтобы взять одну из этих тем и рассказать ее на какой-то смелад. Не знаю, нужно ли это делать с вами, потому что, когда собираются дети, я предлагаю взять какую-нибудь известную историю и просто пересказать ее. То есть мы берем где-то по сюжетам, в зависимости от количества детей или родителей, которые играют в этом участвовать. Я предлагаю взять красную шарочку, теремок, снежную королеву, где полным-полным персонажей. Обычно сам пересказ занимает около 20-20 минут, просто пересказать этот сюжет. Самое интересное, что в этот момент получается, это то, что ты узнаешь, как на самом деле дети воспринимают этот сюжет. Какое хронологическое последовательство все происходит, вообще как они воспринимают этот сюжет. И то, как они рассказывают, в общем-то, является для нас драматургической основой. Для вас я предлагаю взять какой-нибудь такой великой классики, а, им еще я предлагаю Ной Копчен взять, Адаму и Еву, а я предлагаю вам взять Дон Гуан, Дон Жуан, да, хорошо? Дон Гуан или Гуан? Слушайте, ну, Дон Гуан это устаревшее название, да, Дон Жуан по-испански, а Дон Жуан, ну, примите так его называть. Поэтому, предлагаю не Центрик Малиндзе взять, а что-нибудь из нашей классики. Хорошо. Так вот, предлагаю взять эту историю и ее сейчас сделать с нуля. Давайте мы сделаем тогда так. Я попробую даже, когда мы начнем, за сеть время, чтобы попробовать уложить за час. Понятное дело, что, так или иначе, в разных мастер-классах, это там от часа 15 до часа 40. В зависимости от того, как рассказывают дети истории, родители или эти. Распределиться, вам я предлагаю, я предлагаю распределиться на группу, потому что знаю, что среди вас есть драматурги, профессиональные, да? Ну, нет, кого нет. Вчера они не пришли. Нет, он ехал, он давал на себя. Да, драматурги. Может, кто-то не сказал, вот кто драматург может, поднимите руки, даже если просто стол пишет. Есть драматурги, все-таки. Есть драматурги. Хорошо, следует. Распределение. Драматург, я, конечно, сразу предлагаю не писать, а стать актером, чтобы вы знали, каково это, когда кто-то написал, а вы это потом сыграли. Правильно. Правильно. Хорошо. Смотрите, потом еще одну из задач этого мастер-класса. Была та проблема, с которой мы столкнулись, когда, где-то начиная с 99-го года, на протяжении, там, вот несколько лет мы ездили. А еще раз он пришел, да? Папа любил путешествовать. Хорошо, когда есть уже какие-то предлагаемые обстоятельства. Я считал уже часть конфликта игроков, да, игроков и мгпт. Слышим сверхдействие. Правильно, нашлись. Значит, вот смотрите. То есть проблема, с которой мы столкнулись, мы ездили с мастер-классами по детским домам. И, там, приютом. Дело в том, что, когда ты езжаешь туда, ты показываешь, ну, показываешь, ты делаешь спитакль и уезжаешь. И потом эти дети остаются после праздника, ну, как бы, сами по себе. И у них ничего нет. Они остались там же, где и были. А мы такие на себе приехали, прекрасно сделали себе спитакль и уехали. И поняли, что это неправильно. Что должно быть в этом времени. Мы ездили просто спитакльно, должно быть все построено по-другому. Потому что потом вот эти вот слезы, там, обмениванные консерты, что мы будем вас висать, что мы должны быть нам отвечать. Понимаешь, что, в принципе, твоего рабочего времени просто даже не хватит на то, чтобы поддерживать эти взаимоотношения. То есть, их много, ты один, что ты езжаешь туда-нибудь даже в места заключения. И мы поняли, что мы должны просто научить их это делать самим. И весь мастер-класс построен на то, чтобы вернуть то домашнее развлечение, домашнего театра, которое было в 19-е, начиная где-нибудь с 16-го века по 19-е. Когда оперные театры после премьеры рассылали, они печатали партитуры для домашнего мусицирования и эскизы костюмов. Рассылали вот так. И дальше каждый дома пытался соответствовать этому. То есть, за навесок сделали костюмы, подручных материалов. И какая-нибудь мама музыкировала, дети ее играли. И они как будто бы побывали на премьере в Большом. Они как будто бы побывали на королевском театре и являлись заучатником этой премьеры. То есть, все премьерные спектакли выпускались вот в таком виде. То же самое касалось в принципе и в драматическом театре. Потому что где-нибудь в королевской играми проходил спектакль, а в соседнем театре, обычно это кукольный театр, где кукольную драму или кукольную оперу, разыгрывали тут, но для простых людей. То же самое делали с детьми в домашней мусицировании. Потому что домашний театр был тоже своего рода развлечением. Лев Толстой, в общем-то, снимал христиан по телу и делал также домашнюю постановку. Поэтому, в общем-то, вся его семья, когда разошлась по миру, практически все стали подписателями, подробниками, но режиссерами, они все дальше основывались на том, что дародил их отец, домашним постановцем. Причем лучше не дюйминфицировать, но при этом не умел этого делать. Так вот, наша задача – это научить это делать. И, в общем, я передам этот мастер-класс каким-то, какой он есть. Вот, я предлагаю взять Дон Буана и сейчас его поставить. Есть вариант такой, что мы его просто сейчас перескажем, эту историю, а можем разделиться на группы. С детьми я делаю так, вот это все пересказывают сюжет. Мы с детским садом делали, Дон Буана, делали это с музыкальной школой, с музыкальной школой проще, потому что они знают сюжет. Они все хотим на оперу, и даже многие там играли, али с кубком на музыкальных инструментах. С вами я предлагаю нам выбор. Либо мы сейчас просто перескажем сюжет, и будем его делать, либо, я предлагаю, у нас же есть актеры здесь, чтобы… Нет, нет, чтобы у нас будет группа, которая будет рассказывать историю. Формат будет такой, что часть людей рассказывает историю, часть людей эту историю показывает, и что показывает? Показывает? Хорошо. Мы можем смотреть, ну, я просто знаю, что актеры обычно для них это уже не является каким-то развлечением, для них это работает, да, показывает. Поэтому они могли бы попробовать что-нибудь новенькое для себя, придумать историю и рассказать, как вы хотите. Поэтому, вот кто хочет стать драматургой и рассказать эту историю, причем вы ее можете рассказать так, чтобы там были песни, рассказ о такой живом плане. На книгом экране мы с остальной группой все это разыграем. То, что вы придумываете и делаете… Хорошо, ладно. Действия… Вот просто желающие. Вот если чарты есть, то мы все вместе возьмем и расскажем эту историю, и потом ее же материализуем. Давайте, как и сделаем, потому что будет по-моему сравнительному с теми делаем по одинаковым разокам. Ну, может быть, это и есть желающие. Я спрашиваю, если есть такие, то поднимите руки. Если нет, то просто перескажем историю и дальше начнем ее делать. Нет желающих. Хорошо, давайте. С чего все началось? Можно вверх, не поднимая руку, а вот с чего все началось. Гонорей. 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 Гонорей, слуга, Гонорей Иванович Иванович. Возвращается только перед ним по детству над данными сердцами и бегут из города. И, конечно, я не знаю, что они в этом городе были, и здесь у них есть любимые места. То есть они выбежали, они бегут из города и поля перед ними рассылают, либо наши любимые места. Ну, да. Ну, это так, это условно, да. Хорошо. Вот они сбежали из города, вышли в поле, перед ними может там поле или лес или крестьянскую усадьбу. И, значит, любимые места. Наконец-то тело, наконец-то свежий воздух. И что происходит дальше? О, ну, да. Они приходят с ней. Ну, очень. Хорошо. Да. Они приходят с мельницами. Там второго. Всем могут ездить. Да, и очень красивая Англия. Я просто... То есть уже предлагаем вот эти такие, что они, мало того, чтобы просто оттуда сбежали, да, Бежали они, потому что мы либо исследовали женщины, либо мужчины. Ирина Дмитриевна, ну давай, слушай, мы уже устали, да, под себя стряхнули, давай сельским хозяйцем займёмся, да, поднимем берег. Это можно что обослить, да, они убегают, потому что проводили мастер-классы по искусственным соблазнениям. Это хорошо, это мы выдавали. Возможно, ну мы вот пришли к корове, наконец-то. И вот, да, они ещё с какой стороны к ней подойти, да? Да, да. Так, да. Ну, причём мельник для коровы ничего не смущает, ну окей, да, это конец. Мельник, он же был, где было? До Ярка. Кому? Там вот дочь до Ярка. Или жена до Ярка. У них колени до Ярка. До Ярка. До Ярка. Приходит. И... Хорошо, да. Кого на коровы? До Ярка. До Ярка. Так, хорошо. Есть ли у нас ещё желающие рассказать, что происходит дальше? Вот они подошли к корове и... А может, луга, луга, луга хочет? На Даярке. На Даярке, конечно. Он говорит ей, милая, позвольте к рынку молока. Это детство. Или они видят... Хорошо, там дочка или... Дочка или жена Мельника дует корову. Да, какая-то женщина. Хорошо. Так. И тут корову уносит дракон. А, ребят, давайте. Хорошо, так. Такие ещё есть варианты, да. Они же бежали, они наверняка хотят пить. Соответственно, он просит у Даярки молока. Молока, да? Да. Но перед этим попытался ртом выберить молоко. Не получается. И туда выходит Даярка, что же вы делаете? Да, сейчас ему крыльку молока ему даёт, и он сразу же решает на ней жениться. В виде, как профессионально она это делает. Слопка работает руками. А может быть, Стуга хочет жениться на Даярке? Да, это тоже, что Стуга. А Джон пришает, его научите. Не, он решает его научить, как сделать, чтобы он женился. Показать ему приметы. Так, хорошо. И начинает показывать, учить. Как можно соблазнять. Хорошо. Мельник в это время милит. Он не замечает, да, там, что происходит? Он в отъезде. В отъезде, наверное. Так, хорошо. Мельник в отъезде. Есть, а кого он соблазняет? Маму или дочку? Дочку. Окей, маму и дочку. Пусть он соблазняет, мать появится дочь. Мы припоём на эту корову, даже кто быстрее выдает молока. Намные господа пришли, они набросились на корову. И что происходит дальше? Окей, вот они решают научить соблазнять, показывают. И тут появляется дочь. И что делает Геннерел? Смотрит. Смотрит. Вообще, линия Геннерел по всей дороге, он, конечно, отговаривает Дон Гуана прекратить эти богохунные действия, потому что небо его покарает. И очень часто мы видим там в Питере марки, что небо недовольно тем, что это делает. Это пристечь от того, что Дон Гуан потерпит всё-таки. Корова, ты думаешь, буквально? Какое было предложение дальше? Я про небо понял? Это у нас ещё один персонаж не был. Он внезапно сражает любовь с лугу, именно дочи. То есть, правильно я понимаю, да? Дон Гуан старался, 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 учил его соблазнять, а там дочка, да? Я ушёл в сторону. Зря в сторону. А, интересно. То есть, он, в принципе, даже никаких желаний не испытывал по отношению к маме доярде. А если сделать так? Сейчас, сейчас. И... Пуще эту историю. Да. А он пошёл туда. И тут должен появиться Мельник, вернуться с Дон Гуан. Хорошо. Он видит, что дома неладно. Что происходит дальше? Появляется Мельник? Ну, они могут... И коровы, возможно, и потом корова убьёт Мельник, упадёт. А Мельника? Да. Ну, он же должен умереться, ты же должен умереться. Не возвращайтесь к дракону, что ли, как корову. Они, может быть, представляются как гельцы, что мы будем закупать у тебя молоко. Давай, Мельник начинает их обласкивать. Сейчас мы возвращаемся к Пушкину, у нас, как, русалка, да? Мельник, князь. Так, хорошо. Так, он к нему... Он говорит, мы просто за молоком сюда приехали, да? За молоком. А, тогда это услышала дочь и жена, что он врёт, что он признавался в любви, а они за молоком. А у нас всё действие на Мельник. Я знаю, это зависит от того, что я придумываю историю, а вы... Только в Азону зайдём. Сейчас у нас, давайте так, вот мы уже 10 минут придумываем историю. Что происходит дальше? Ну, понимаете? Что происходит дальше? Вот я на самом деле, чтобы было легче, да, то есть придумываете новую историю. Лучше всего основываться на какой-то готовой истории. То есть либо так будет проще. У вас будут реперные точки, по которым вы дальше будете идти. И дальше по ним можно идти в те или и другие стороны. Но, смотрите, у вас есть предлагаемые обстоятельства, какие? Они сбежали из города. По каким обстоятельствам вы не сказали. Это может их нагнать здесь. Приехал Мельник, да, что уже усугубило ситуацию. И что дальше происходит? Вот он, Мельник, приехал, пытается разобраться, в чём дело, да, почему двое мужчин, да, то есть две его женщины, дочка и жена, да, обслуживает, то есть он видит, что их обхаживают два господина. И что происходит дальше? Вот они говорят, что мы приехали за мукой или что-то притворяются. Ну, естественно, как настоящий мужчина, он, наверное, не верит. Да, и выгоняет. Давайте сделаем конфликт. Да, отмужу убить конфликт нужно. Да, потому что бы потом пришить и подвести к ним. Ну вот, я говорю, что убить конфликт можно тем, что либо в прошлом, откуда они сбежали из города, либо тем, что происходит здесь. Они убивают Мельника, допустим, да, и потом... И потом он Мельницу зовёт к себе на обед, да, и Мельница, да, его убивает. Он выгоняет, он садится на коня, сражается с Мельницей, и... Мельница, да, и Мельница, да, и Мельница. 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 Да, хорошо. Но они не путают, но они путают, если до этого Занарей увлекся дочкой, то вдруг... Ты не путай. Мама сильно похожа. Мама делает себя в бою. И поменялись, они даже не заметили этого. Хорошо. Ну, он, как отец семейства, должен вступиться за честь своих женщин и чтобы... Правильно? Должен или не должен он вступиться? Должен вступиться. Должен вступиться. В этом, в этой битве за честь своих женщин он побеждает или погибает? Он скидал их мешками муки? Побеждает. Пускай победит. Пускай победит, да. Но если Мельник одноглазый, хромой и скупой, то пусть умрет. Злой. Злой. Да, хорошо. Хорошо. Там, крестьянка цирлина, да, дописим, доярка. Дочка ее... Ну, то есть он таком побеждает или нет? Кто Мельник побеждает? Да, или нет? Даже если он в храм находится, он хитрый, он... Нет, он побежал за властью, за программистром, чтобы скогнал. Да, он к ному! Поехал за салатами! Хорошо. Хорошо, он побежал за салатами, да? Нормально. Таким образом, нас догонят то, что осталось, предлагаемых обстоятельствах. Сломка. И вот они приходят. Солдаты с алюбардами. Хорошо. Приходят солдаты. Что происходит дальше? А те переоделись женщинами. И они говорят, ну так нам подруги приедут. Хорошо. Дон Гуан и инкогнито переодевшие женщины. Они их спасают. И они куда уходят? В монастырь женский? В монастырь. Хорошо. То есть мы приближаемся к пушкинскому варианту, наконец-то. Да? И вот они, значит, пришли в монастырь. В женский или мужской? В женский. В женский монастырь. Хорошо. А там, где будет у нас главная дама? Как мы ее назовем? Донной Анной? Донна Анна. Донна Анна. Хорошо. Она в женском монастыре. Естественно, да? Кается за убитого мужа. Она чувствует себя виноват. Ну, Пушкина на войском, получается, она чувствует себя виновной в том, что произошло. Она встречает одну из этих переодетов сестер. Они тоже. Они говорят, возьмите нас. Там солдаты. Возьмите нас сюда. Мы хотим быть монахиней. И вот они приходят. И получается, так как она ее встретила, она говорит, а ты что тут делаешь? А я по мужу скучаю. У меня его убили на войне. И она так славно рассказывает, что... Дон Гуан ее убил. Да. Она говорит, что их довиже Дон Гуана. Это мой враг. Она рассказывает ему, пока он инкогнито. Жанна Маклича, она рассказывает свою историю. Он понимает, кто перед ним, что ее мужа убил именно он. Да. Он проникает в монастырь под видом монаха. Она исповедуется ему. У вас уже в костюме доярде. А как подруги рассказывают. Они пришли, чтобы скрыться от преследователей. Собрали, что они хотят быть монахами, монашками. И влюбляется в Дон Луану. Вдову прекрасную, которая там... И что происходит дальше? Он ей открывается. Она хочет его сдать. А тут прибегают солдаты. И она его спасает. Башни сократили. Ты сюжет? Хорошо. Лауру убираем, да? Пуштинскую. Он не бывает больше подруги. Никогда не встретишь тебя. Хорошо. И... То есть... После того, когда... Он раскрылся ей. Говорит, я Дон Гуана. Я тебя люблю. Что происходит дальше? Ну... Она вызывает солдат, да? Вызывает или не вызывает? Нет. Они приходят сами. Вот женщины. Я сейчас спрошу. Мужчины, я понимаю, хотят кровопролития, да? Здесь я спрошу у женщин. Да. Она... 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 Кто? Да. Помните, да? Да, мы помним. Где? У Лауры? У Лауры, да. Там было много кандидатов, но оставила она Донна Карлса. Так. И... Ну, подождите, это в городе. А пока он у нас остался в монастыре, и судя по тому, как вы рассказали, мы сократили историю до того, что он говорит в данный момент, что он снимает тебе костюм доярки, да? И говорит, что я Дон Гуан, и я тебя люблю. Или не... Ну, признаете в ей любви? Да. Признаю. Причем, у меня такой сразу кардинальный вопрос к вам. Он действительно любит женщин, которых встречает? Или он врет? Нет. Он их должен любить. На самом деле? Его одержимость — это наказание рока как раз. Как демон. Да, да, да. Это его демоническая основа. Поэтому он так уговаривает... Как сразу нутро, да? Ага. На самом деле. Он всегда на самом деле. Всех хищу раз, но... Это неинтересно. Хорошо. Окей. На самом деле, вы признаете ей любви, с пылу, с жару. Значит, она... Перед ней стоит дилемма. Она должна либо просить... Кстати, кто командор ей являлся? Мужем? Отцом или братом? Братом. Нет. Лучше, чтобы он был мужем, но у них были уже терочки. Но она когда... Муж? Муж? Брат или... Этот самый какой... Или отец? Муж. Муж. Разные варианты дела в том, что есть. В каждом произведении по-разному. Но у Пушкина... Муж. Пушкина муж, да. Муж, она должна простить его за убийство. Она же его ненавидит. Правильно? У Пушкина так. Она его должна простить. Почему? Почему она... Сила обольщения столь велика, что Донна Аркуте здравый рассудок совершенно и убита своего мужа... Ну мы тут немножко... Штуку пропускаем. Если она ему рассказывает, говорит, что... Она знает, кто убил его мужа. Если она уже знает имя, знает. Это одно. А если тому, кому она рассказывает, он не знает, что убил ее мужа. Ну ты, грубо говоря, убил моего мужа. Я про что говорю? Ну допустим... Она прощает его или нет? Ну вот если она не знает... Какой-то урод убил моего мужа. Я страдаю. Уроды мужики. Смотрите, два варианта. Чтобы сократить пространство, два варианта. Если она его не прощает, то тогда за ее честь должен вступиться памятник. Он должен восстать и встать на честь своей жены, чтобы защитить ее. Потому что, судя по той истории, которую вы сейчас рассказывали, все мужчины, что в городе, откуда они сбежали, что мельник, что погибший командор, встают на защиту своих женщин. И именно с этим у него основные проблемы. То есть весь конфликт крутится вокруг этого. И тогда он должен восстать. Либо она соглашается. И тогда командор должен прийти... Наказать обоих. Какой вариант выбирает? Второй. Всех забочит. Наказать, да? Да. Она прощает, а командор заказывает обоих. Так, хорошо. То есть она его прощает, желает ему отдаться. И в этот момент слышны решения командора. Будет ли он приглашать памятник, чтобы постоять на часах или нет? Да. Он же его пригласился. Он может просто небу сказать, что... Вот видишь, с Гонорелем я безнаказан. И даже небо меня не может наказать. Ты против всех моих великих пограждений. На что и кричит. И даже командор. Чуть вдруг недавно окропил ее. Не может мне помешать в столь злостном злодеянии, которое сейчас я совершил с его же вдовой. Но в этом случае это... Это и есть приглашение. Это цинич. Это не... Скажем так... Он не действительно влюблен в эту историю, а он циник. Он проверяет, насколько она верна. После каждой победы над женщиной он охраневает и идет к следующему. Вот в чем дело. И это может быть уже после, так сказать, соития... Ну, это противоречит просто тому, что было дурать его. Либо он реально ее любит, да? И он действительно хочет... Он любит, только не добился. Он... Почему... В вашей истории он не достигает цели только из-за того, что ему мешают мужья, эти самые... Братья. Женихи, братья или мужья мешают. Они встают ночей. Так вот. Смотрите. Хорошо. Он приглашает. И тут приходит и наказывает их обоих. Да? Либо это происходит на могиле, где там же в монастыре спокойно может быть захоронен. Неважно, будь то женский монастырь. Да? Захоронен... У стен монастыря захоронен командор. И она приходит туда, чтобы плакаться к нему. Окей. Все. Вот история, которую вы придумали сейчас. Да? То есть их обоих наказывают. То есть мораль и нравственность побеждают в данном случае. То есть даже мертвые восстают против беззакония. Вот. История, которую вы сейчас придумали. И так. Я предлагаю, значит, сейчас тогда распределить роли и задачи. Значит, смотрите. Так как театр у нас маленький и всегда должен быть производственный период и репетиционный. Производственный период у нас займет всего лишь полчаса. Мы должны будем с вами, так как у нас будет теневой спектакль, вырезать всех персонажей. Вы же будете и художниками, и актерами. Какого персонажа вы сделаете, какое место действия вы сделаете, вы то и будете играть. Смотрите, наверняка найдутся те, кто вообще не хочет участвовать и просто захочет посмотреть со стороны. Такое тоже возможно. Но во время тогда репетиционного периода я просто прошу вас сходить в буфет театральный, разогреться и потом уже прийти на премьеру и посмотреть ее. Но всех остальных я прошу участвовать и, соответственно, вы же будете художниками. Так вот, я сейчас расскажу, что нам надо будет делать. Если у вас человек, то вы возьмете лист картоном и во весь лист его нарисуете вертикально. Если у вас животное, корова, то ее горизонтально. Я почему так подробно рассказываю, потому что всегда находится человек, который высокохудожественно рисует где-нибудь в углу. И без того разместит персонажа. Не на весь лист, а вот. Поворачивает на весь день. Экономный. Да, чтобы сэкономить бумагу для следующих наших мастер-классов. Так вот, если у вас место действия, то у нас есть большие, да? У нас где-то были большие листы картона. Видите? Нет. Склеим этим. Слушайте, да. Можно склеить несколько листов и сделать место действия. Будь то мельница, поля, в которых... Облака. Поля? Облака. Да, да. Все это нам нужно сделать. Так вот. Я предлагаю сейчас распределить между вами. Просто вы поднимаете руки. И еще. Вы выходите сюда со стульями, потому что вот у нас есть столы, их несколько всего. И здесь это все будем делать. За столами. Ну, понятно, что кому не достанете места, можно делать это на своих местах. И вот здесь света вам достаточно? Да. Вот там. Хорошо. Вам нужно будет это все нарисовать и потом вырезать. Значит, у нас не конкурс на лучший рисунок. Поэтому свои мобильные телефоны оставляйте, пожалуйста, в кармане и не смотрите, как выглядел Дон Гуан или как выглядят, значит, леса, поля и лень. Вот рисуйте по памяти и как вы считаете нужно. Потому что даже если вы нарисуете черный квадрат и скажете, что это Дон Гуан, мы вам поверим. Потому что все современное средство так и строится на том, что я так вижу на этом утверждении. И с детьми мы делаем все это так же. К детям обычно подключаются родители и говорят, ну кто так рисует? Развязайчик так выглядит, где ушки, да? Почему такие большие зубы, да? Почему когти в твоем? Вот рисуйте, как считаете нужным, да? И вот дальше, кто будет повторять этот мастер-класс, тут важно, как нарисуют сами дети или вот как видят, как хотят. Даже если, то есть дети обычно, я не умею рисовать, ничего подобного, все умеют рисовать, даже если это просто какие-то завитушки. Это хорошо, он так видит. Будет завитушки и будет, да, там, тот Гуан или... Или параллельно, как можно сказать, с гоноррелью. Вот. С гоноррелью. Поэтому сейчас прошу распределить персонажей, да? А все персонажи должны рисовать? Да, все так. Дальше уже по ходу, по ходу репетиции мы можем посмотреть, как мы это будем делать. Это уже по ходу репетиции. Поэтому смотрите, какие у нас там вот есть персонажи. у нас есть мельник, две дояркие, одна у нас, допустим, ну, вернемся к классике, церлина. А можно корову нарисовать? А дубочку еще как-нибудь. Корову нарисовать. Ты корову будешь рисовать? Хорошо. Тогда... Смотрите, можно... Вот. Вот. У нас есть карандаши тоже. У нас есть карандаши. Дальше. Сколько он рискует, кто-то и будет играть дальше. Кстати, да. Вы делаете все одну или мы делимся на группы? Нет, уже не делимся, мы на группы. У нас же там монастырь и милаки не остались. Что? Облачко придется тоже. Да, нет, а что облачко, что ли? А у нас кто? В небо. В небо. А можно спросить, да? В небо. В небо. В небо. И где так больно дышит дубку? Можно вопрос, пожалуйста? Мать. Скажите, вот. Чтобы мы выяснили... Кто... Давайте так. Мы будем вдвоем. Почему вдвоем? Потому что... Мне кажется... Можно распределиться еще? Нам нужны леса, поля. Леса! Поля! Сбегают они в пешок. Скажите, по уровню. Можно вопрос еще, если леса? Если рисовать по лесу или поля. Я буду знать, что рисовать уже никто никогда не подрисывает. А, еще, смотрите. Нам нужен адрес. Чем меньше внутренних деталей вы нарисуете, тем проще вам вырезать будет. Потому что женщины очень любят рисовать много рюшечек на костюм и еще что-то. Ваши в кровь без ваших. Можно храм. Храм. Натяна застряла. Зачем ломать? Натяна. Я домофона рисую. Я домофона рисую. Миша, Миша, я уже рисую. Каминного бойца. Командор. Слушайте, ну Донконор... Кто-то сонок порисует, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Женщина. А меня или нет? А меня тут вопроса. Давайте я верю. Можно еще пешки? А? А, нет? «Донана» «Велик» «Мелли не была» «На же монастырь» «На же монастырь» «На же монастырь жил» «Не важно» «Дайте себе могилу листочку» «Могила... «Трай шуток» «Могила...» «Ворода сдал» «Ворода сдал» «Вокуала» «Вокуала» Вот здесь он. У меня командор. Командор, хорошо, командор. Где Док Фуан? Так, хорошо. Док Фуан, это у нас сфотография. А мужик Док Фуан, переодетый в тоярку. Док Фуан, переодетый в тоярку. Давайте я возьму. Док Фуан, переодетый в тоярку. Док Фуан, переодетый в тоярку. На везде. Нам нужен Док Фуан, с гоноррель, с гоноррель. Хорошо, с гоноррель не переодетый в тоярку. У нас освободилась Дон Анна. Дон Анна освободилась. Да. Гоноррель. Док Фуан, переодетый в тоярку. Гоноррель. 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 Друзья мои, они сбегают из города на лошади, на лошадях или пешком, на карете. На корове, на корове, это нам их ждет, они когда увидели вымя, они поняли, что есть еще к чему стремиться, поэтому вопрос на осле, или он идет рядом, он идет на лошади, он идет на лошади Дон Гуан, а с Гонорелли едет на осле. Хорошо, давайте так едем. Хорошо, кто будет лошади рисовать? Я! А я с Гонорелли? Давай сейчас на лошади. Хорошо, нам нужно с Гонорелли на лошади на осле, то есть осла вместе с ослами. Вместе, да, и Дон Жуан на лошади на лошади. Да, да. Хорошо, что запоминаете. Сейчас у вас кто? У вас с Гонорелли на осле. Правильно, Мига? С Гонорелли на осле. Здесь просто с Гонорелли. С Гонорелли. Директор, Даярка. Даярка, которая как? Так, скажите, у кого мне нужен еще Дон Гуан на лошади? Давай. А у меня есть квадус. Хорошо, с Гонорелли на лошади. Смотрите, время пошло. У нас осталось 25 минут. Через 25 минут мы должны закончить производство. А Мельника никто не рисует? А? Мельника. Мельника никто не рисует. А надо рисовать? Надо. Давай, такой шанс. Хорошо, Мельника. Хорошо. Кто вывезал твой персонаж, а нам нужно срочить свои кистолеты. Вот такая пифа, но появится бабушка. Надо жарить на руку. Да. Как всегда. Вот. Вот я вижу, что в динаматику. Есть два, вот три, вот две, вот две. Они так на день, и они не так. А что? Да, когда у нас там, я поднимаю шлема у меня руками, вот я здесь. Вот, да. А я, на раз, поднимаю их раз, и появляется... Можно, можно, включить. Да, да, да. Смотрите, кто вывезал своего персонажа. Да, да. Чтобы им подойти. Можно вывезать, можно вывезать. Если вы будете проводить такую мультируцию, то у вас есть время, да? Рязаков быть не должно. Почему? Кривой пистолет должен быть только у взрослого человека. Да, естественно. А нет конслярства? Нет, нет. Значит, у вас публика, которая осталась, которая хочет быть зрителями, у вас есть... Я сейчас скажу сколько... 45 минут. У вас есть 45 минут, и вы можете попить кофе, ходить в бюджет. Через 45 минут? Через 45 минут сюда вернуться, и мы покажем вам мировую премьеру. Кто? Через 45 минут, ребят. Здесь кто остался? Да. Кто? Просто зрители? Молчат? Нет. Хорошо. Мельник у нас. Мельник? Да, взяли. Это у нас два ножка. Хорошо. Мельница, где у вас тренинг? Мельница, где у вас тренинг? А когда... Оставь его. Оставь его. Оставь его. Оставь его. Не лицо, это сердце. Это приём. Сейчас сделаем. Сделаем. Да? Да. Давай, скажем... Лицо, или что приём? Да, да. Да, да. Ниже на рей. Алла, 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 А ты можешь всех, кто не участвует, убрать с кадра? Территория Сахареев, реже в клее, вы рисуете, скоро будет фантастический, бомбический спектакль театра. Публика, у вас 45 минут, через 45 минут вы можете прийти, какая йога, посмотреть, у вас 45 минут, вы решили быть, а вы не участвует, а вы не участвует, а вы не участвует. Ну, короче, скажи, скажи, что мы пробуем. У нас кто, дочка? Да, 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 да. Так, это у нас больше. Мало, нужно взять несколько листочков, склеить, в принципе, можно один на другой наложить. Так, вырезать, а, будет, если бы ваша у нас... Ну, нет, да. Какого-то, да. Резака ни одного нет, да? Нет, нет, нет. А кто, правого, три? А кто у нас отдельно вымя делал? А, у нас была девушка, которая вымя отдельно делала. Да. Здесь вымя отдельно? Да. О, отлично, хорошо. Нет, именно вымя, у вас там уже не нужно. Можно отрезать чесночку. Сделать что-то просто маленькое. О, отлично. О, отлично, а, безусловно. Да. Есть ножны? Можно отрезать чесночку? О, у нас, куча? Да. Ну, уже, уже тяжело. Он очень весело. Да, прекрасно. Нет, кстати, не греется, но хорошо. Можно пока еще кое-нибудь сделать. Сейчас я узнаю, а остынь? Да. У нас ты где у нас? Я. До буквы три, я с оружием. До буквы три я знаю. Когда нужно все-таки с проблему сделать хлеб и кладбище, кладбище. Это что-то из античной традиции, когда изображали спящих лозов. Для кладбища. Для кладбища. Для кладбища. Для кладбища. Спасибо. Спасибо. А солдат кто-то делает? Солдат. Солдат, по-моему, никто не делает. У нас солдат ещё рисовать надо. Кто возьмёт солдат? Сколько это надо? Можно рисовать одного, а потом листы соединить и несколько вырезать. А острого ничего нет? И вот я тоже надо. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Но... Ах, да. Да. Где он? Где он? Он вот на уши? Да. Он вот на уши. Так, осталось десять минут. Через десять минут мы заканчиваем производственный период. И приступаем к репетиции. Скорее, что мы делаем? Мentially, мы не 8-15 минут. Поехали? Третья хорошо. Ты? Третья хорошо, как мы делаем. Где он на углу? Третья хорошо. Это мы не ездили. Третья хорошо, мы-то не ездили. Мы начинаем не ездить. Третья хорошо. Продолжение следует... Спасибо. 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 Это он приклеивает, да? Ну да, там клейки приклеивают. Можно еще сделать в городе два ударочек. Вам взять палочек? Да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Давайте, я понимаю, что нам нужно с мельницей. Мы заменим сейчас мельницей и сделаем максимально большую хрозь. Ну прикольно. Да, вам одно можно. А если нет, то можно спрятать за ноги, и тогда их не будет видно на тени. То есть так же, как сейчас? Да, да, да. Не болт. Нет, я вижу, что у вас. Рязака нет. Ну да, никто не. Осталось 4 минуты. Не оттуда, поэтому не дайте раньше. Через 4 минуты мы закончили. Я только могу советовать. Производство. Так, где Юга? Хорошо. Если все сделали в городе... Я просто вдохновляюсь. Хорошо. Так, корова отличная. Просто я говорю, что на двух палочках или на одной ее можно? Ее можно на одной. На одной, да? Просто если на двух, то можно спрятать за ноги палочки. Можно так. А можно за ноги спрятать, тогда она будет не мешать. Вымя будет прям чересчур выделяться. Так будет палочкой. Ладно? Ладно? – Можно. Можно на гамбла. – Манагамбл. – Можно? – Я точно. – Будь готова. – У тебя здесь будет... – У тебя здесь будет... – Клеивать кроски... – На своей кукле. – Да. – Вам принесли скотч? – А... или клей Покал упал Палочка Эффект движения Приближается На нахит Она идет Покал Она идет Мы видим Спасибо. 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 Время. Все. Время истекло. Давайте все со своими персонажами заканчиваем все производство и заходим за экран. Спасибо. Все что ли? Хотите? Не, не, не. Все заходим за экран. Заходим за экран. Все заходим за экран. Все проходите за экраном. Прямо все, что ли? А есть обычные? Нет, нет, нет. На репетиции у нас зрителей нет. На репетиции у нас зрителей нет. Пожалуйста. Все придут на премьеру. Ну блин, а я же сделал персонажа. Надо идти и играть его. Убирать корову нужно. А я отдал вот... Нет, все. Сейчас вы идете, разогреваетесь перед просмотром. Все. Все. Все здесь, да. Так, господа, теперь рассудите, пожалуйста, максимально удаленно от экрана. Вот так, чтобы всем было видно экран. И сейчас будет... Короткая... Техника безопасности. Подключай. Все должны быть за экраном. Зрителей у нас на репетиции нет. Все должны быть... Так. Итак, что главное в том, молчать? Молчать. Это свет. Молчать, это уже как бы следующий этап. К этому, наверное, нужно прийти и к этому нужно предъявить. Мы сами не будем рассказывать. Да. Будете рассказывать просто с частыми техниками безопасности. Которую вы потом можете также рассказывать и деть. Лампочку, которую использую я, это голоденная лампа пальчиковая без отражателя. Она такая же горячая, как и свеча. Поэтому детям я всегда говорю, если вы дотронетесь до свечи, то что будет? А так вот. Поэтому лампочку тоже не трогайте. В отличие от свечи, вы от нее не загоритесь. А накладку просто обожрует. Поэтому ее не трогайте, потому что она очень-очень горячая. Я уже... Я продолжала. Это хорошо. А, да? Я ничего не вижу. Я делал, потому что уже 20 лет отбрасываю эту тень. Привыкать к нее обжигаться, поэтому с накладкой буду работать я. А вы будете работать со своими персонажами. Для того, чтобы вам было максимально комфортно с ними работать, вы должны будете находиться по периметру от экрана, чтобы не мешать тем действующим лицам, которые будут выходить сюда. И правда, это площадка для игры. Дрители сидят с той стороны, а вы играете здесь. И тени от ваших персонажей будут на экране. Соответственно, зрители будут видеть только то, что находится на экране. Они не видят ничего, что находится по краям экрана. Особенно, если вы отделите это еще какими-нибудь вот шермами. Например, шермы... Ну, может, попросите фестиваль, в которой взять баннер и поставить его по краям экрана. Так вот. Мне нужен один персонаж. Итак. То есть ваш персонаж, он выходит... Глеб, отойди, пожалуйста, вот этот экран. Скажите, пожалуйста, мы можем сейчас погасить свет за экраном? Взади. Взади. Отлично. Ваш персонаж выходит с одной части экрана... И уходит в другую часть экрана. Вам эта трость нужна для того, чтобы вашего персонажа можно было легко одними пальцами развернуть другую сторону. Если бы это был карандаш или какой-то, не знаю, просто линейка, да, так вот развернуть было бы просто невозможно. Просто пальцами. Так вот. Небольшая пружинка для ходьбы нужна. Кто работал в кукольном театре, тот знает. Если нет, то в мультфильмах во всех, да, понятно, что этих неживых персонажей кто-то не озвучивает, а оживляет. Есть специальные люди, обученные в мультипликации, которые, прежде чем этот персонаж на лицах, он его играет. Он играет эту утеревую походку. Даже Белку, да, играл персонаж. Прежде всего, человек сначала, актер. И потом с него это все считывали и уже утерируя рисовать. Так вот. Ну, имею в виду, конечно, Белку из Ледникового периода. Спасибо за этот персонаж. Дальше хочу смотреть. Ваш персонаж может не только как бы ходить, но он может летать. Отсюда вы можете его разворачивать, и он может во все стороны перемещать. А может, экран как-то подгрузить чем-то можно, потому что он такой? Да, можно, но обычно в домашних условиях у вас ничего такого не будет. И в домашних условиях я даже прошу папу и маму просто держать простыню. Ну, не часа, они стоят на протяжении репетиции, а это полчаса, и на протяжении спектакта, который занимает обычно 10 минут. В домашних условиях не нужно запариваться по поводу идеально натянутого экрана. Ваша простыня – это и есть экран. Попросили друзей, они встали и сыграли. Более того, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Не попадет ли запал, ничего. Так вот, ваш персонаж может перемещаться по всему периоду. Вам не обязательно самим ходить вместе с персонажем. Достаточно провести его мимо лампы. И он уже пролетел. Дальше. Вот, например, следите за тем, чтобы ваш персонаж всегда находился в параллельный экран. Потому что если вы повернете его боком, он исчезнет, экран. Это такой инструмент также важен для детей, чтобы потом, во время репетиции, не задавали вопрос о том, как и что нужно делать. Дальше. Можно мне вот замечательного командора? Итак, есть еще одна часть. Когда я вам скажу «Уменьшить персонажа», вы должны будете поднести его к экрану. Когда я скажу «Увеличить персонажа», вы должны будете поднести его к лампе. Итак, уменьшить – вы подносите его к экрану. Увеличить – подносите его к лампе. Также следите за тем, чтобы ваших рук и вас самих не было видно на экране. Я буду держать источник света максимально высоко, так чтобы вам было удобно. Но единственный вариант, который возможен – это ваш персонаж вышел на зеленую лужайку и гуляет по ней. А если статичные? Мельника, облака, леса – это что? Статичные – это местодействия. Все статичные местодействия, они как раз являются максимально крупными и ближе к лампе. И вот лучше перевернуть. Лучше перевернуть. И вот облака. Видите, у нас технологи работали. Итак, теперь можете всех своих персонажей посмотреть на экране. Чтобы посмотреть, как они выглядят и как с ними работать. Вы можете прямо выходить к экрану. Сейчас вы сами появитесь, но это нормально, чтобы вы увидели просто, как выглядит то, что вы нарисовали. Поехали. Что вы говорите? Пошел кто? Пошел кто. С которыми что? Корово – помесь с ослом. И не зря оселы привезли. Мой путь земной пройдя до половины. О, я? Корова – это корова? Нормально. Привет! Хорошо. Итак, мы начинаем репетицию. У нас осталось 20 минут на репетицию. Через 20 минут мы сыграем премьеру. У нас попы с монашками, смотрите, попы с монашками. Сейчас они выйдут из храма, подождите. Поближе, поближе. Самая святая троица. Не знаю, что у них два. Прекрасно. Как вы видите, уже во время того, когда вы смотрите, у вас рождается, как они могут двигаться, какие фокусы они могут сделать. Для этого как раз и нужно посмотреть. Итак, все начинается с того. В одном городе у нас один город. Город. Вот у нас город. Это у нас разве не башня? Это из города Башни. Куда елку сулись, а? В городе? Пока нет. Елка Макарана, да. Итак. В одном провинциальном городе. Из одного города. В одном городе жили с Гонорель. Где у нас с Гонорель? Пожалуйста. Сначала с Гонорель не передали. Для того, чтобы максимально проще было выйти, то есть не на марку, не на гриляда, а в один ряд. И тогда просто вы его уволите и никого не уходите. Хотя жили с Гонорель, слуга и его хозяин Дон Гуан. Они еще не на лошади, да? Они еще не на лошади, да? И его слуга Дон Гуан. Сама любовь двигала и... Вот это они. Сама любовь двигала и... Вот любовь, да. Который двигала. Сама любовь двигала и... Но так случилось, что все женщины любили их, а мужчины этого города ополчились мужчины этого города на них и выгнали и выгнали их из города спеште дон гуан или парелла гонорель и дон гуан выкидают любимый город елки елки двигайтесь мимо вот они заехали в темный лес заехали в темный лес и говорит дон гуан своему у нас причитал в основном только у нас дон гуан все время про любовь у вас в вашей истории говорил а причитал в основном с гонорель и вот гонорель недовольны тем что им пришлось потянуть он винит во всем хозяин и выехали и выехали на прекрасную поля поляна поляна и впервые в своей жизни впервые в своей жизни они увидели бескрайние поля своей испанской родины смотрите у нас большие большие поля и маленькие а где у нас река была это река а это и река и хорошо выехали и восхищаются можно их меньше сделать а веку отлично хорошо выехали и видят перед собой бескрайние поля своей испанской родины и запели песню широка страна моя родная что вы остановились и наблюдаете а дальше нам нужно буть по природе буть по природе у нас птички полетели облака и они увидели сперва в жизни они увидели природу в ее девственной красе облака Ёлки! Прекрасные испанские зосны! Комар у нас сыграет ключевую роль. Он должен будет бандиться. Спасибо, что он снова показал. Смотрите. Смотрите. Футан. Футан. Комары. Вы видели? И восхищаются природой. Восхищайтесь природой. Ой, как хорошо! Смотри, заряются! Прекрасно, прекрасно! Мы хотели хоть немножко сейчас. Где же мой дом? Где это у меня? Но тут наслаждаться природой им не дали комары. Ой, ой, ой! Ай, ой, ой! Ай, ой, ой! Ай, ой! Кусайте его! Ай, ой! Ай, ой, ой! И решили спастись они в ближайшем селении. И поскакали прямиком в мельнице. Вперед, мой господин! Я вижу дом! Я вижу дом, где можно укрыть дом. Мельница. Мельница. А в этой мельнице жила семья. Из отца, мельника, мамы, доярки и дочки. Мельничонки. Папа мельник. Папа мельник. Давайте так, по очереди у нас появляется. Мельница большая. А мы должны быть меньше. Мельница большая. Максимально большая. Вот сюда. Отлично. Мельница круится. Давайте они в окнах появляются. Мельница круится. В окнах, да. А в этой мельнице жила семья. Папа мельник. А вот он должен быть меньше. Он должен быть меньше. Значит ближе к экрану. Все, что меньше, значит ближе к экрану. Все, что больше. Папа мельник. Мама. Доярка. И дочка. Рукодельница. Один одет в урон. Жили они и не тужили. Вместе долго и счастливо, но скопилось много мути. И тогда отец семейства говорит... Ну, дочери мои и стараются. Сейчас. Как ты, голоса у нас? Вот что, папа, папа говорит. Надо уехать. Надо забрать всю муку и поехать продавать её. Пора мне. Пора отправиться за муколом. Продавать муку. Что женщину мои дорогие привезти вам в дому. Что вам привезти в дому? Это ходячий зал. Что такое? И сказала доярка. Доярка что сказала? Давайте доярка что сказала? Доярка. Доезжаю. И сказала дочка младенькая Настенька. Батюшка, возвращайся скорее, привези мне подарков. Всяких разных. И цветочек. Хорошо, так не солите тут у меня, не солите. Нет, подожди, спросил у своей матери, у жены своей спросил? А жена сказала, уж вали уже скорее. Любимые мои, что вам привезти? Доезжаешь скорее, пойдем к порогу по двоям. И уехал мельник продавать в Китай. А жена и дочка остались. Итак, к мельнице подъехали наши герои. Подъехали наши герои. Ток, ток, ток. Сейчас подъехали. Подъехали. И спешились. Сейчас подъехали. Сейчас подъехали. Сейчас подъехали. Виталий, мы вниз, а ты на верх. Да, 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 все верно. Спешились. Раз, два, три. Как воспылало мое сердце с гонорель. Как? 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 Воспылало оно? Ну покажи, как воспылало. А король, король, король. А, подойди, нет. Да, да, да. Да, сейчас подожди. Сешились они. Нет, сначала. О, Дунгуан должен восхититься и сказать, что я хочу заняться сердцем хозяйства. О, сельским хозяйством. Что мой хозяйство? Так горячо мое сердце, что хочу заняться я чем-нибудь прекрасным. Чем? Чем? Вот театр занялся бы я сельским хозяйством. О, хо-хо-хо-хо! Вот это да! Я думаю, что это Марио. Какие выросли. И тут, к их изумлению, появилось невиданное животное. Правда, вы прекрасны. Соль. Под руку из гонорей, скажи мне, что же это? Под руку из гонорей. Это чёрт. Хозяйство, я правда не знаю, что это. Мне кажется, пришло время нам отсюда сматываться. О, подожди. Читал ли танца ты когда-нибудь? Читал и чё? Пока они вели литературные споры, Из мельницы показалась хозяйка. Из мельницы, нет? Из мельницы показалась хозяйка. Из мельницы. Из мельницы, вышла хозяйка. Из мельницы. Из мельницы вышла из мельницы. Хорошо. Вышла и спросила, что делают петь пока рано. Ушиные швейки. Они ещё пить не попросили. Она спросила, что она спросила? Недарго, а зачем? О, благородная синьор, как звать, прикажите себя. Как? Звали ее Церлин. Хозяин, нам пора валить. Ой, дед мой друг, я чувствую в себе огонь. Хочу я пить. Провалить? Хочу я пить, прекрасно. Ну, хочешь так просить. Италька, где же Дульсинея? Что? Где же? Где же Дульсинея? Корова здесь была. Дульсинея? Ну! О, госпожа! Зойка. Ну, нельзя что-то. Так, ну, куда-то мне волока. И тогда своими чудесными руками Церлин протянула свои чудесные ручи Церлина к корове. Прямо к ее вымя. А где живьем? Где живьем нужно? Держите вымя. Держите вымя. Хорошо. Я предлагаю сделать так. Спиной к крану. Спиной к крану. И протянусь на ручей прямо к вымя. Прошу? Стань спиной вот прямо к крану. Вот сюда, ближе к середине. Так, и Церлина стала творить невидимное действо. Стала дарить. Это молоко? А вот Куан. Вот гонорей, ты это видишь? Вижу, вижу. А вы можете, смотрите, вот так вот можете высовываться. С двух сторон. Липарел сгонорирует с одной стороны, а Дон Куан с другой стороны. Итак, она дует. И с двух сторон на своей реплите появляются персонажи. Вы даже каплю спереди? Я посвящен. Она дует, а вы спрашиваете. Нет, нет, лучше встать. Да, 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 вот так. Видно, все хорошо видно. Итак, говорите. Дон Куан или Фарелла. Комментируют дойку коровы. У меня нет слов. Да лучше бы я этого не видел. Да чтоб я сдох. Да, да, да. Не может быть. Это оно. Ты чувствуешь то надавение, когда я снова жив? Мой друг чечет здесь молоко. Хорошо. И вот, надоив целую крынку молока, цирлина преподносит ее нашим героям. Смущенный Дон Жуан пьет. Заливай. Дон Куан просит оставить ему немножко. Хозяин, право, право, хватит, хватит. Дайте мне немножко, что происходит. Дайте мне немножко. Итак, Дон Куан влюбился по уши в цирлину. Цирлина по уши в вас влюбился я. Я за речи был лишен. Как я большина. Знаете, любовь к вам меня окрыляет. Я чувствую, что у меня даже вырастают руки. А ты чего? Он протягивает свои длинные руки и обнимает цирлину. И душит ее в своих объятиях. Цирлина падает. Дон Куан склоняется над ней. И тут из дома у домовельника появляется очаровательная дочка. А дочку у нас звали Настенька. Маменька, что ты делаешь? Маменька, девушка, с вами маменька. Мне страшно сидеть дома одной. Липарелла решил защитить несчастную. Не бойся. Маменька, что вы здесь делаете? Я спасу тебя. Помогите скорее, спасите. Как вы меня спасете? Красиво. Наши герои спасают друг друга. Спасают цирлину и Настеньку. И тут домой возвращается мельник. Он видит, что мельница опустела. И он начинает звать своих любимых. Он видит свою жену в объятиях Дон Куанна. Дочь свою Настеньку в объятиях с гонорелем. И одиноко в стоящую... Как вы ровно считали. Дочь сидеть. Что происходит? Мууууууу! Ой! Гад. Стоило уехать мне на час, как ты в объятия другого? И тогда, набравшись мужества, мельник храбро осветлал и помчался в город. В городе он собрал дружину, и возвещал им подруги, пора нам наказать его. Пойдемте, я отведу вас к нему! Дон Куан и Липарелло спасли несчастных. Спасли. Слушай, Липарелло, не кажется тебе, что надо было дать ему по щам? И издалека доносился гул приближающейся стражи. Дон Куан и Липарелло и помогают дочка и мельничиха. Помогайте! Господи, что ж с вами делать, сердечно-дикий? Спасайтесь! 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 Спасайтесь, любимый! Я буду верна тебе! Что делать? Это не пришла в голову идея! Что делать? Пойдемте облачаться! И они, как Цернина и Настенька, переодели наших героев сельских доярок! Та-дам! И тут появилась стража во главе с мельником. Мельник спрашивает, где убийца, где злодей? Не боюсь его! Не боюсь его! А здесь? Прекрасные миледи! Не видели его! Это жена! Совсем ты повредился, дорогой бог на рынке! Здесь только мы! Я, Настенька, а где же тут семейя? Наши подружки! И наши подружки! Доярки из соседнего села! На поиски совратителей и соблазнителей! Он закричал... На поиски бежим! Еще до горя! У-у-у-у-у! Они бросились на поиски Дон Гуана. А Церлина и Настенька попрощались с возлюбленными. Дон Гуан или Парелла бегут в монастырь. Монастырь увеличивается... А где у нас кладбище есть? Кладбище! Где у нас кладбище? Сейчас, сейчас, сейчас! Они забегают в кладбище... Кладбище! В монастырь Дон Гуан... Или Генерес, переодетые в доярок... Да! Забегают в женский монастырь! Мы бежим, да? Монашки! И бегут на кладбище! Все! И встречают... Дону Анну! Это кто? Монашку Дону Анну! Дон Анну! Дон Анну! Ой, что-то у нас с головой! Где Дон Анну? Кто-то делал Дон Анну! Что с головой? Вы шеи! Мужчина делал Дон Анну! Малин, где ты? Идет Дон Анну! Это не Дон Анну! Что с Дон Анну? Дон Анну! Дон Анну! Дон Анну! Дон Анну! Дон Анну! Дон Анну! Хорошо! На кладбище монастыря они встречают монашку! Нет, они сначала одну монашку! Они встречают монашку! Давайте, где у нас монашка? Одна монашка! Да! Да! Встречают монашку! Встречают монашку! С тремя головами! Одну монашку! Нет, а давайте у нас с фоном кладбище! Да, с фоном кладбище! Монашка выходит с левой стороны, а с Гонорей вместе с Дон Гуаном выходят с правой стороны! Итак, выходит монашка и встречают... Они спрашивают, где же можно стать монашками? Скажите, пожалуйста, где можно стать монашками? И тут им явилось чудо! Слышите монашки! Слышите монашки! Идите с нами! Итак! Хорошо! Они говорят им, что вы можете... Так, у нас Дон Гуанма пройдёт у него и нет! Дон Гуанма! У нас будет Дон Гуанма! У нас будет Дон Гуанма! Следуйте за нами! Сказали монашки! У нас обед. Обед молчательный. А где ответили? У нас обед. Да, есть Дон Анна. Мы поменяли Дон Анну на примере. Хорошо. И навстречу... Навстречу... Вот Дон Анна. Так она монашка же Дон Анна. Навстречу вышла им Дон Анна. Дон Анна. Куда вы путь ведёте? Нет, Дон Анна, переодетый в доярку, тут же бросается к прекрасной незнакомке и спрашивает, кто она. Моя дорогая. Сюда, сюда. Давайте назад немножко. Мы очень-очень предмедились к крану. Сюда, сюда. С большими, лучше большими. Я Донна Анна. Дон Анна. Дон Анна. Дон Анна. Дон Анна. Дова. Командора убитого под листом. Дон Анна. Можно назвать какие-то... Дон Анна. Дон Гуанан. Дон Гуанан, да. Дон Анна. Дон Анна, как я увидел вас. В ту секунду, когда я увидел вас. Давайте, может, свой голос, может, свой. Нет, сейчас. Она, естественно... Дон Анна, естественно, в недоумении, что к ней пристаёт доярка. Что вы позволяете себе? Я из хорошей семьи. Мне нужен настоящий Дон. Я тоже из хорошей семьи. Это была доярка. Я тоже из хорошей семьи. Папа. Иди сюда, твой голос. Говори. Хорошо. Он признаётся в любви до Ни Ани. До Ни Анны. Видит перед собой доярку, которая признаётся ей в любви. Девят, пытается выяснить, с какого переструга доярка... Что вы себе позволяете? Я традиционную ориентацию. Придево, Анна, позвольте. Мой лик всего лишь обманчив. Сейчас вы узнаете, что под моим покровом скрывается трепетное и горячее сердце. И вот, смотрите, я стою, вон она Анна. Я лишь конячий любовь. Огонь, Заяц. Огонь, нет. Под поменённой страстью к вам. Огонь. Не охватили пылом огня. Не огонь. Огонь больше, а дон квад поменьше. Охваченный пылом огня. Дон Гуан. Распалённый подошёл к донне Анне. Я не могу устоять перед вашим пламенем любви. Я даю. Я ваша навеки. И отдаюсь вам вся. Сгонайте, пишите. Это самое быстрое вообще облое получило. Самый улов. Он, так мы сольёмся, может быть. Сольёмся, Витя. Огненная страсть охватила их. Огненная страсть охватила их. Со страха. Не без стражи, зачем мне стражи? Без стражи, да. Без стражи. Огонь это? Да, да, да. Из датского пламени появился погибший командор. Без стражи, да. Огненная страсть охватила их. Все тебе отрублю. Руби. Это он от тебя. Ты зарубил. Нет, не убирай так легко. Ток, ток, ток. Посыпай, ток, ток, ток. Сердце в полpole. Давай, давай, давай. Порог был на каже. О, 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 о! О, о! Хорошо. Можно разорвать Тудгуан. Концент, разорвать его. Хорошо. Итак, друзья мои. Сейчас. Сколько у нас времени? Всё, 43 минуты. Всё, 43 минуты. Теперь нам нужно показать. Теперь вы приготовьтесь, пожалуйста, всем. Вспоминайте, кто уже выходит. Мы зовём зрителей. А можно включить свет? Да, я только что передал. А вы что, уже всё смотрели что-то? Нет. Я попросил, чтобы именно на премьеру все пришли, а не на репетицию. Итак. Я попросила позвонить. Хорошо. Всё? Всё? Все здесь? Что? Хорошо. Дадите нам опашку, чтобы все здесь, чтобы мы знали, когда начинать. что-то народу много. Уходите! Да, занимайте места согласно купленным билетам, пожалуйста. Продали зал? Продали зал? Продали. 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 Название, что придумали. Название. 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 Спасибо вам. Спектакль, который делался на протяжении нескольких лет. Нам в этом помогла нефтяная компания «Сибур». Восточная горнорудная компания. Восточная горнорудная компания. Вот. Восточная горнорудная компания. Она предоставила бюджет на эту колоссальную постановку, которую вы сейчас увидите. И мировая премьера состоится здесь, в Южном Сахаринске. Так. У вас тоже сейчас будет важная роль. Вам не придётся просто сидеть. Вы должны будете достать свои мобильные телефоны и зафиксировать то, что сейчас будет происходить, потому что произойдёт это только один единственный раз. Да. Главное – отключите, пожалуйста, вспышку и звук на телефоне, чтобы, если вам кто-то позвонит, мы этого не услышали. Затем. Пожалуйста, со вспышками не фотографируйте, потому что спектакль теневой, и вы просто засветите нам экран. И третье, последнее. Так как руки ваши будут заняты, но вам нужно будет исполнить вашу роль, а роль ваша – это премьерная публика. Вы должны будете голосить и аплодировать, когда на сцене появятся ваши любимые кумиры, за которыми вы, собственно, сюда и приехали. Увидев их на сцене, вы можете не отказывать себе от переизбытки эмоций, и так как руки ваши будут заняты хотя бы топать, если не можете хлопать. Итак, ваша роль ясна, вы – премьерная публика. Хочу представить вам спектакль «Дон Жуан» или «Территория любви». Из тишины и мрака в глубокой древности был один город. И в этом городе жили слуга с Гонорель. Слуга Сганаре и его хозяин Тон Жуан. И правило им — любовь. Все женщины города были влюблены в него. От страсти они все сгорели до тла, а мужчин осталось много и им, естественно, не понравилось, что их возлюбленные все сгорели. Оболчились они против Дон Гуана, и тогда спешно он решил покинуть родной город. Впервые в жизни потянул он город и поехал через лес. Не виделись ему невиданные прежде деревья. Облака, хмурые тучи сгущались над ними. Летучие мыши летали. Впервые в своей жизни они увидели девственную природу. поля, леса и реки. Стояли они на берегу великой испанской реки. Днепр. Днепр. Смотрели, как тучи небом глой укроют. И восхитился тогда Дон Гуан и сказал своему другу Лепарелло. Лепарелло, по-моему, ты из Гонорель. Мне хочется тебя каждый день называть как-нибудь по-разному, когда вокруг такая красота. Ну какая? Как-то вы меня пугаете с вами поддать. И сегодня еще и охрип, голос у тебя опять другой. И тут наслаждаться им помешали комары. Огромные. Что-то прекрасное создание. Это сама природа наказывает нас за наше деяние. Огромные тучные комары набросились на них. Вмеж тем они побежали к ближайшему селению. А там стояла одинокая мельница. И в этой мельнице жила семья. Старый мельник, его жена, доярка и дочка Настенька. Она не помещалась в мельнице. Не жила на чердаке. Да, не жила на чердаке. Держал он ее в черном теле. И вот мучи скопилось так много, что мельник решил продать муку. И сказал тогда своим любимым. Ну что, семья, пора мне в город. Проси, жена, чего изволишь ты. И ехал бы ты уже. А ты, дочь? Батюшка, привези мне подарков, всяких раз. Ну, хорошо, постараюсь. И отправился мельник продавать муку в город. И вот к этой самой мельнице и прибыли наши герои. А вы уже быстрее, а то ковры сейчас довольны поставят. Вот здесь найдем, мне кажется, приют, мой друг. Да, да, смотри, смотри, мельница. Мы можем покрепиться. И тут они спешились. Спешились? Навстречу им вышло невиданное прежде создание. Возгонорель, что за прекрасное создание я вижу перед собой? Я не знаю, но отдаленно напоминает оно корову. Возгонорель, что за прекрасное создание я вижу перед собой? И молоко. И тут появилась доярка. Ты слышишь этот звук? Мне кажется, поют. Я слышу запах молока. Как ты низок, друг мой, в чувствах. И спросила доярка путешественников. Виталька, кто вы? А какой прекрасный голод у нее. Согласен. Я бы ее обнял. Удачи, Малер, тульсинею вы. Не знаю, о ком она говорит. Я тоже не знаю. Тульсинея! Пап, скажи, скажи ей, что мы хотим ответ в молока. Да мне же я. Извините, пожалуйста. А у вас не будет немного молока? Посмотрим, что можно сделать. И спозвала она к дюльсинею. Дюльсинея, ну где ты? Протянула доярка свои красивейшие руки прямо к вымене. И стала доить. Капли молока струили. Тот, Гуан и Репарелла впервые видели подобное древище. Динформулировали происходящее. Мой друг, ты это видишь? Да лучше меня этого не видел. Ее геяние! А сколько страсти! Ты только ветер? Да. Слушай, мне кажется, я начинаю воспламеняться. А что мне делать с собой? Держитесь, мой друг, и вам когда-нибудь пошлет природа что-нибудь. Ну все, держу себя в руках. Целую крынку молока надоила церлина. Идалька, пить-то будете? А как же из ваших рук... Ух, тх... Рук... Из ваших рук... Сторге в уста... О, остановитесь, остановитесь, да вы же... Да вы пьяны, мой гос... Мой хозяин. Я опьянен любовью, мой друг. Я так горяч, что, кажется, готов сменить свой титул. На смысл. Да успокойтесь. Я буду тонером. О, я бросаю, бросаю все и ухожу. Не всегда так происходит. Сельское хозяйство. Успокойтесь. И он бросился прямо на церлину, чтобы поднять сельское хозяйство в стране. Пламя страсти охватило их. И тут из дома на ботле маменьки вышла Настенька. Мама, маменька, где ты? Шо? И тут появился ей навстречу гонорейк. О, боже, кто это? Кто вы? Мама, мне страшно. Не известно, кто. Мужик. Уже и с усами и хороший. Я никогда не видела ранее мужиков. О, боже, я боюсь, что делать. Я спасу вас, я спасу. Я покажу, я покажу. Как вы меня спасете? Как? Разнообразно. Попадайте же скорей. Погнали, погнали. Пам Huskina, Jordi. И тут вернулся Менник, с подарками с гостинцами и видит, что опустела Менница. Кш-кш-кш-кш. — Жена моя! — Дом пуст, очаг в водах. — Ты где? И дочери не видно здесь. Где здесь? Куда-то припасти? — И вдруг прямо с чердака он увидел свою жену и дочь в объятиях чужаков. — Мой дом в бордель превратить не знает! — И тогда мельник смело оседлал Дульсинею. — Дульсинея! — Предательница! — Предатель! На вас найду праву! — И поехал в город. В городе он обратился к оставшимся мужчинам. — И кричал он им — «Друзья! Воспредали так же, как меня!» — Пойдем! Пойдем! — Пойдем! А в это время в деревне Дон Гуан сменит свой титул на доллара, а Гонорель спас несчастную Настеньку и показал все, что можно было. Вдруг из Гонорель, тебе не кажется, что тут немного засиделись мы? Согласен. И вдруг издалека они услышали доносившиеся возгласы мужчин. И тогда Зерлина сказала, пора бы облачаться. Облачаться? Пора, пора, пора. Так она хотела спасти своего возлюбленного. И отвела их к себе на мельницу и переодела обоих. А я уже готова. Они были и переодели их в доярок. Прекрасное платье было над Гонорелем, а Дон Гуан был похож на Брока. И попрощались, Амир, с доярками. Прощай, прекрасная нимфа. Прощай, любовь моя, я буду помнить о тебе всегда. Настенька, пока. Прощай. Пока, Настенька. Прощай. Вы в сердце наше. Прощай. До пятницы. Пятницы. Куда же дети родились? Я только уроды. Ушли. Совсем с ума сошел ты, муж мой. Нет здесь никого. Я найду их. Я найду их, чем у литери стоила. Со мной. Коноэль и Дон Гуан прибежали в монастырь. Они вбежали в ворота. Они вбежали в ворота и очутились на кладбище. На кладбище летали летучие мыши и сияла луна. Им было страшно, и они хотели попросить кого-нибудь о помощи. И тут из-за одной из модельных плит появилась монашка. Она подошла к дояркам молча и ничего не говоря смотрела на них. А потом произошло что-то непонятное. Они переодели доярок в монахинь. И тогда новоиспеченные монашки спросили у стоящих перед ними монашек. Они спросили, где мы. Ну короче, где мы. И что нам дальше делать? А монашки ответили. У нас обед. Обед молчание. И ушли. Харик или жноковцы. Но тут они увидели плачущую прекрасную даму, Которая рыдала на могиле своего мужа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Где богин? О горе, горе, муж мой, как рано ты покину меня. Ее слезы только украшали лицо. С ростальными каплями. Вот гонорель, как она прекрасна. Что ты говоришь? Вижу, вижу, вижу сам. О, как она рыдает. О, муж мой. Ее красные щеки. И огромные мокрые глаза впечатлили Дон Гуана. И тогда он подошел к ней. С гонорель пытался остановить его. Хозяин, хозяин, хозяин. Ну, хозяин, ну, пожалуйста, ну, пойдемте. Я в казах, не в лапке, не в лапке, не в лапке. Что тебе нужно, монашка? Монашка спрятала мышцы, подзакрывала и тоненьким женским голосом произнесла «Любви хочу! Любви хочу! Огарься!» Прости, монашка! Я традиционный ориентарь. Ну, ты подожди, так делать быстро выводы. Я должен рассказать тебе один секрет. Вот дело в том, что внешний вид мой. Обманчив очень. Я вот какой. О, Боже! Это чудо! Я не могу устоять на месте. Мое сердце вырвается из груди. Я бегу к тебе, бегу! И тут у Дон Гуана выросли руки. Я акрилен у Донна Анна. И он обнял Донну Анну и уложил ее прямо на могилу командора. О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! Пламя любви разгоралось все сильнее и сильнее. О, Боже! О, Боже! О, Боже! пахлотило их обоих так, что даже с Гонореей не мог потушить и И вот из этого уже адского пламени появился муж-командор. Он долго шел по аду и не мог найти выход из этого адского пламени. И вот он уже был близок к появлению. Что попались извращенцы? Меч мой обжим нас покорит! У тебя минута! Молись! Минута? Что же делать? О, Донна, Анна, за минуту можно все успеть. Время умирает! И он промазал! Да! 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 Да, я вас даю! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Веч был наказан. Общий поклон. Включите нам, пожалуйста, свет. Выходите с этого, ребята. Надо встать, ребята. Мы что, встаем? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу представить вам всех действующих лиц. Таинственные монашки. А по старой театральной традиции актеры в знак благодарности, что зрители досмотрели до конца спектакля, они обычно кланяются. Дон Гуан переодетый в доярку, а также старая неглица, оставшиеся мужчины в городе, могила командора. Чёрное небо, икрынка молока. Дон Гуан, как вы можете видеть, голова его в форме сердца, либо любовь бижела. Дальше. Дон Гуан в образе монашки. Да, в пламе любви, но в пламе любви кто-то был. Там было переходное. Отбудьте, да. Сгонавей. Сгонавей. А вот здесь сам Сгонавей. Чистая любовь, Дон Гуана. Старымельник. Город. Настенька. И Дон Гуана. И Дон Гуана. Сгонавей. Образ прекрасной дамы следовал за ним повсюду. Прекраснейшая женамельника. С чудесными руками. А также один из разгневанных мужчин. Прекрасная Дульсинея. А также кладбище. Мород. 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 Вымя. 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 Сгонавей молодой. Мород. Хорошо. Жель да и комар. Сгонарейль переодетый в доярку. И командор. А также драматурги, актеры и художники этого спектакля. И исполнители всех главных ролей. Общий поклон. Ура! 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 Замечательно! Ура! 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 Теперь вы в курсе! Да! Как всё происходит! Как делаете на нас? Продолжение следует...